Какой объем электроэнергии производит Иркутская ГЭС? А скольких иркутян она снабжает электричеством? Члены Иркутской Ассоциации Гидов узнали ответы на эти и другие вопросы. Специально для них впервые на гидроэлектростанции организовали ознакомительную экскурсию и рассказали о первой ГЭС Ангарского каскада. Когда провозим туристов в ту же Листвянку, мы все равно проезжаем так или иначе, захватываем и рассказываем о плотине ГЭС, но рассказать о ней можно по-разному. Можно показать вот просто плотина ГЭС, а можно рассказать теперь так, как мы знаем. Это такое место, куда не просто так прийти. То есть захотел сегодня, проснулся, захотел там на ГЭС сходить и пошел. Это совсем не так. То есть появилась такая возможность сходить, посмотреть изнутри, поэтому я ей воспользовалась. Сотрудники станции привели гостей по разным цехам Иркутской ГЭС, которая входит в основанные Олегом Дерипаской энергохолдинг НПлюс и рассказали об этапах работы на станции. Экскурсия стала для гидов новым опытом. Сегодня плотина – это не только объект инфраструктуры, но и исторической, культурной ценности. А новые знания о ГЭС помогут экскурсоводам в их профессиональной деятельности. Это очень важно для коллег с точки зрения того, что в дальнейшей своей работе они будут использовать первоисточник, который они видели и слышали с первых уст, видели все своими глазами. Эта уникальная экскурсия для группы гидов прошла впервые. И благодаря такой возможности им удалось познать кухню гидроэлектростанции изнутри. Ирина Белогривая, Дарья Андреева, Давид Нагорный, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.